Россия с помощью Китая предположительно построит подземный тоннель под Керченским проливом. Такая информация появилась в СМИ. Так это или нет, пока достоверно неизвестно. Но в любом случае, это не единственный большой проект, который Москва создает при поддержке Пекина. Причем идет на поводу КНР. На фоне санкций Китай стал настаивать на своих условиях в совместных проектах. Рассказываем подробности в нашем следующем материале. Пекин стал давить на Москву в проектах по строительству стратегически важных объектов. Рассказываем подробности о тех проектах, которые страны планируют реализовать вместе. И которые могут обернуться для Москвы большими тратами, чем Кремль планировал. Китай и Россия на уровне бизнесменов со связями в правительствах начали обсуждать проект Крымского тоннеля под Керченским проливом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на перехваченные украинской разведкой электронные письма. Такой путь будет более безопасным, ведь Крымский мост уже подвергался атакам. Журналисты подтвердили данные разведки другой информации. В том числе тем, что в Крыму зарегистрирован российско-китайский консорциум с участием лиц, указанных в полученных ими письмах. В тексте уточняется, что китайская сторона в переписке подчеркивает информацию о проекте, необходимо держать в секрете. В противном случае один из участников, китайская железнодорожная строительная корпорация, откажется от проекта. После публикации китайская сторона заявила, что не планирует участвовать в строительстве тоннеля. А в Кремле назвали информацию журналистов чушью и утверждают, что подобные сообщения даже не стоит комментировать. Российские чиновники говорят, что идея строительства тоннеля возникла ранее как один из вариантов переправы через пролив, но в итоге было решено построить мост. Одни аналитики считают, что дорогостоящий проект тоннеля во время войны России против Украины маловероятен, особенно учитывая, что Китай несет финансовые и политические риски. Страна не признает аннексию Крыма Россией, но работающие на полуострове компании попадают под санкции. Другие эксперты полагают, что строительство тоннеля под Керченским проливом технически возможно, и что Китай обладает необходимым опытом и оборудованием. При этом проект, вероятно, рассматривается не для помощи России в военных целях, а на долгосрочную перспективу, ведь судьба спорной территории может обсуждаться десятилетиями. Вброс это или реальность? Сказать точно сейчас попросту невозможно, но известно, что Китай диктует России свои условия в других крупных совместных проектах. Пекин хочет, чтобы Москва сама финансировала строительство газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на знакомый ситуации «Источник в Москве». Сообщается, что давление оказывается на уровне глав государств. Что такое «Сила Сибири»? Это магистральный газопровод, через который с 2019 года газ из Якутии поставляется в Приморский край, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Изначально стоимость проектов оценивалась в 800 миллиардов рублей, но позднее была пересмотрена и выросла до триллиона и одного миллиона рублей. В 2022-м в эксплуатацию ввели второй участок «Сила Сибири» из Иркутской области в Якутию. Москва и Пекин продолжают переговоры о строительстве газопровода «Союз Восток». Он должен стать продолжением маршрута «Сила Сибири-2». Предполагается, что он пройдет либо через Монголию, либо напрямую в Китай. Также в 2022 году Россия и Китай подписали соглашение по новому маршруту поставок газа в Китай «Сила Сибири-3». Судя по информации журналистов, Пекин хочет использовать свою сильную переговорную позицию, поэтому и давит на Москву в вопросе финансирования продолжения газопровода «Сила Сибири-2». Переговоры затягиваются. А еще Китай хочет платить за российское сырье как можно меньше, хотя газ, который идет по трубопроводу «Сила Сибири-1» уже обходится Пекину почти вдвое дешевле, чем Европе и Турции. В 2024 году скидка для Китая увеличится до 46%. Видимо, этого Пекину недостаточно, а местные власти могут запросить у Москвы пойти на дополнительные уступки. А еще они хотят быть уверенными, что в вопросах строительства для них не будет ни рисков, ни расходов. Так что Пекин требует от Москвы полной оплаты проекта. Неясно, есть ли у «Газпрома» деньги на это, ведь после начала войны в Украине доля российского газа на европейском рынке сократилась с более чем 40% до 8%. Так, российская компания получила триллион рублей чистого убытка в год. «Газпрому» даже пришлось сократить добычу на четверть – это антирекорд в истории компании. При этом источники СМИ говорят, что у Владимира Путина едва лезть в выбор, ведь если трубопровод не будет построен, России станет попросту некуда девать газ. В сентябре 2023 года Россия и Китай договорились о реализации 79 крупных совместных проектов, в которые инвестируют около 170 миллиардов долларов. Владимир Путин и Си Дзиньпин хотят увеличить торговый оборот между странами до 200 миллиардов долларов в 2024 году. Пекин участвует в крупнейшем инвестпроекте России за пять лет «Ямал-СПГ» по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Китайская компания приобрела 10% крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур». Китай инвестирует в производство, переработку и транспортировку в свою страну российской древесины. Пекин также инвестирует в российский нефтяной бизнес, в строительство, сельское хозяйство, машиностроение, IT, транспортную инфраструктуру. Россия находится под санкциями и испытывает проблемы в экономике, так что, вероятно, Пекин и дальше будет диктовать Кремлю свои условия. Продолжение следует...